Всем привет! Только что посмотрел видеоролик с моей критикой, точнее с критикой мой адрес, Николай Михаиленко. И сейчас несколько слов, прежде чем я поставлю, кстати, все видео, оно довольно-таки большое, но, как ни странно, почему-то смотрится легко. Я его посмотрел, так сказать, на одном дыхании, даже не выключал и не уходил, не ставил на паузу, то есть посмотрел, человек никаких там ничего не показывает, просто разговаривает. Мне поразила его культура общения, то, как он преподносит материал и как он объясняет свою точку зрения. Сразу говорю, критикует он меня там, так сказать, конструктивно и по существу, не обзывая и не оскорбляя, как это делают многие другие блогеры, в том числе, допустим, мы все знаем, монарх, как он это просто мат, перемат. Но там вообще патология, мы все знаем, кто он такой. Про монарха не думайте, что я забыл, там кое-что готовится. И тоже нельзя сказать, что и делал Лидер ТВ, Денис, не об этом. Сразу хочу сказать, есть четыре причины, почему я ставлю это видео целиком. И в конце я попрошу, чтобы вы на него даже подписались. То есть, если вы думаете, что там будет такое, про меня он там жестко говорит, кто я такой есть. И сравнивает меня с Мавродием. Ну, да бог с ним, это на его совести. Первое, почему я ставлю это видео целиком. Ну, во-первых, критика конструктивная, а я множество раз в своих видео заявлял, что я принимаю конструктивную критику. Если вы не тупо обзываете меня такой-сякой, не приведя никаких аргументов, а просто обзываете это, не принимаются. Второе, он уважает Мавроди и считает, что Мавроди хотел бороться с финансовой пирамидой мировой. Таким образом, он создавал свое. Я точно такого же мнения, что Мавроди его деньги не интересовали, как таковые. Если бы его интересовали деньги, а на тот момент он уже был миллионером. И ему не нужно было создавать какую-то пирамиду. Ну, ладно, о Мавроди и потом. Я просто сейчас уйду в Мавродиеве. То есть, он там в ролике несколько слов скажет так же. Я точно такого же мнения. Я даже как-то видео снял о Мавродиеве. Третье, почему я ставлю. Он хочет создавать мировой язык единый, мировой язык общий. И я также за это. Есть такой фильм, по-моему, «Убить императора». Этот фильм снят на реальных событиях, где император Китая объединил все. Вы знаете, есть общий китайский язык. А раньше были множество княжеств и множество разных диалектов, разных языков было. Он это все объединил, создал единый китайский язык. И я, когда первый раз смотрел этот фильм, меня он вообще... То есть, я был против этого. Я считал, что это глупость. Когда второй раз у меня уже были сомнения, когда я третий раз посмотрел, я понял, что император был прав. Что общий язык – это то, что объединяет людей. Неважно. И четвертое самое главное почему. Я считаю, что таких трезвомыслящих людей нужно поддерживать. И я прошу подписаться на его канал и поддержать таким образом Николая. Первое. По порядку. Отвечаю. Ну, во-первых, по поводу того, верю я, не верю. Есть множество вещей. Когда я поддерживал какой-то фейк, и он оказывался фейком, я потом публично извинялся. Я сказал, извините, я ошибся. Это было три раза. Когда я вижу, что я что-то не туда, я говорил. Второе. Там говорит, что этот человек говорит, что, мол, у меня на канале множество там разных видео, которые типа мусорные. Все, что я выставляю, я в это верю. Я считаю, что это может быть. Третье. По поводу, может ли быть вечный двигатель или не может. Я на 300%, не 100, а 200, 300 уверен, что вечный двигатель возможен. Но не тот вечный двигатель, который написан в учебнике физики. Вечный двигатель подразумевает, что не то, что он будет вращаться и не будет ломаться. Я это миллион раз говорил. И еще раз повторяю. Вечный двигатель подразумевает то, что он будет получать энергию из мне. Допустим, он будет получать энергию из гравитации Земли. Из энергии из эфира. По поводу эфира сейчас скажу кое-что. Или энергию из магнитов. Но это не значит, что вечный двигатель будет питаться из ничего. Это абсурд. И я такого никогда не говорил. И не буду говорить. По поводу... Мне тут закинули, что вечный двигатель... Раньше говорили, теперь говорят БТГ. Но это синонимы. Не совсем так. Это не синонимы. БТГ это гидроэлектростанция. Это бестопливный генератор. Мы туда бензин не заливаем. И энергия самовосстанавливается. То есть, пока течет река, крутится турбина. Мы ничего туда не делаем. Мы поставили турбины, мы получаем. Светит солнце, вот вам солнечная батарея, вот вам БТГ. И дует ветер, вот вам БТГ. Бестопливный генератор. Без привычных источников топлива. Понимаете, да, что такое БТГ? Ну и самое простое, даже если это синонимы хорошо, возьмем такое понятие, как эфир. Раньше использовали эфир. А теперь знаете, что говорят? Ну, они же понимают, что есть энергия, которая, ну, она есть. И они ее изучают. Математически высчитали, что звезды... Не помню, я сегодня, несколько дней назад смотрел видео. И там говорится, что звезды странно себя ведут. Такое впечатление, что там, помимо этих звезд, есть еще некое гравитационное огромное поле, которое просто невидимо. Но оно существует. И они ее назвали темной материи. Увидеть и почувствовать они не могут. То, что она ведет себя нейтрально к этому миру. Но то, что она создает гравитацию, они это понимают. И они ее называют темной материи. Тот же самый эфир. Они еще также говорят, что это, мол, первоэлементы. То есть, есть водород, как бы первый элемент в системе, в таблице Менделео. А есть... Раньше был такой эфириум. Сейчас это называют темной материи. Но тут то же самое, манипуляция. Нельзя говорить в ученом мире, что есть эфир. Они теперь это называют просто тот, кто хочет посмотреть и провести аналогию. Я, кстати, видео отдельное запишу. Темная материя и эфир это одно и то же. Говорят об одном, просто называют по-другому. Чтобы не было в ученом мире проблем и не насмешек. Ну, я сказал, достаточно. Смотрим видео. Вы просто прозреете. Посмотрите до конца, насколько культурный и адекватно критикующий меня. Ну, можно сказать, местами жестко человек. Тема сегодня. Мое мнение о канале Андрея Тирхи. Тирхи. Давно хотел поговорить о вечных двигателях, о бестопленных генераторах. А тут подвернулся случай. Андрей Тирхи – это вот фанат как раз этой тематики. Более 200 тысяч подписчиков у него. Очень часто выпускает видео. Съездил. Не поленился. Нашел время и деньги. Съездил в Южную Корею. Встретился со Слободяном, который якобы изобрел на магнитах «Вечный двигатель». Вот. Повод появился, чтобы поторопиться с записью этого видео. Другой популярный блогер, у которого также более 200 тысяч подписчиков, Денис Каналова называется Денис Лидер ТВ. Латинскими буквами Денис Лидер ТВ. Записал разоблащение, обзывает Тирху нехорошими словами. Колдун, мошенник, все ерунда. Никаких вечных двигателей нет, и быть не может. Вот. А он спасает, Денис, спасает человечество от мошенничества. Денис универсальный разоблачитель. Он финансовые пирамиды разоблачает. И тех людей, которые предлагают играть на делать спортивные ставки, в общем, всех разоблачает. И изобретатель вечный двигатель. И двигатель разоблачает. То есть универсальный разоблачитель. Очень здорово матом ругается, очень сердитый. У меня такое ощущение, что этот Денис, он очень неуверенный в себе человек. Он как бы ждет, что за спиной у него кто-то крикнет. Послушай, Кухаркин, сын, ну куда ты полез? Ну что ты себя воображаешь? Вот. Андрей Тирхов. Ну пусть мошенник. Ну очень приятный, симпатичный человек. Всегда всем-всем добра желает. Вот. Никого не насилует, никого не оскорбляет. У него есть своя аудитория. Вот возьмем тем же, те же финансовые пирамиды, про которых Денис Лидер, ну, однозначного мнения. Сергей Пантелеич Мавроди, да? Очень многие его считают проклятым мошенником, уже умершим. Хотя, конечно, его через некоторое время воскресят, сделают его робот, и он снова будет запускать пирамиды. Можно так сказать, да, вот Мавроди мошенник, но можно сказать, что он гений, да, потому что, в общем-то, он многократно объявлял, что его цель вовсе не ограбление населения, а уничтожение несправедливой финансовой системы. Я верю, что именно такая его была жизненная цель, а вот по пути этого цели, по пути к этой цели, ему приходилось, ну, ставить людей в тяжелое положение, когда они состояние терялись. Ну, а как иначе раскрутишь эту финансовую пирамиду, которая должна была уничтожить пирамиду американского доллара? Ну, а кто-то будет считать, что он просто мошенник, ничего кроме его денег, кроме денег его не интересовало. Хотя много примеров, потому что деньгам он, Мавроди, был равнодушен абсолютно. и умер на автобусной остановке в полном одиночестве, ничего с собой, никаких миллионов не забрал. Вот, и если бы он занимался обычным бизнесом, то был бы миллионером, дворцы бы у него были. Он был фанат идеи уничтожения мировой финансовой системы. Но кто не хочет в это верить, пусть не верит. Пусть верит, что Мавроди просто хотел у людей деньги отбирать ради того, чтобы отбирать деньги. Хотя мне-то это совершенно глупое представление. Ну, также Андрей Тирха, да, все эти вот изобретатели вечных двигателей могут сказать, да, мы, значит, вот, мошенничаем, но мы верим, что вечный двигатель можно сделать, вот, а нам же нужно финансирование. Ну, приходится обманывать. И тоже, хочешь ты верим, хочешь не верим, можешь их считать обычными мошенниками, а можешь считать вот такими фанатами идеи бестопливного генератора. Кстати, давайте разберем это выражение бестопливного генератора. Я так понимаю, оно появилось как синоним вечного двигателя, потому что уже такая стандартная фраза, что закон сохранения энергии запрещает существование вечного двигателя, поскольку термин вечный двигатель скомпрометирован, давайте говорить БТГ, БТГ, как этот федерастов называют ЛГУ, ПТБ, так вот вечный двигатель стали называть БТГ. как бы замена такая слов, чтобы от негатива уйти. Да, ну а что касается Андрея Тирха, ну вот как вот я вот не считаю себя вправе бросать в него камни, хотя вроде бы есть за что, ведь он сейчас, его канал становится все более мусорным, он ничего не проверяет, где-то какие-то кадры старые достает и по второму, по третьему кругу их продает, а этого БТГ или вечного двигателя нет в натуре. вот, но создает такое впечатление, что движение идет к этому, что он будет. Когда-то и ради этого можно и вот мусором торговать, чтобы хоть какие-то деньги заработать, чтобы ту же Южную Корею съездить к Слободяну. Насчет Слободяна, пожалуйста, вы найдете уже ни один, ни два много видео, где движок Слободяна разоблачается. Но верить ли разоблачителям? Вот. Верить ли Кирси, который утверждает, что у Слободяна никакого мошенничества нет, что действительно машинка работает, разгонят ее от электричества, потом электричество отключают, она долго крутится сама, и какие-то лампочки подключают к ней нагреватели, они работают. То есть выход есть положительная энергия. Хотите верьте, хотите нет. Я лично не верю. Но это не значит, что люди не имеют права верить. Другое дело, другое дело, что если присмотреться повнимательней к этим людям, что ими движет, что заставляет их верить. Техническая интуиция, желание благодетельства человечества, мне кажется, у многих это движет ими нездоровое желание чувствовать себя жертвой. Что вот они живут в кошмарном мире, что кто-то значит убивает этих изобретателей, какие-то значит корпорации, привязанные к нефти и газу, уничтожают изобретения, уничтожают изобретателей. тут по этому поводу хотелось бы сказать, вспомнить пословицу, плохому танцору яйца мешают, а этим значит изобретателям мешают промышленники, капиталисты, жидомасоны, может быть даже космические пришельцы, бог знает что, ну в общем вот есть такое нездоровое стремление почувствовать себя мелкой ничтожной пылинкой космической, которую мощные космические силы подавили. Вот. То ли это пришельцы из космоса, то ли это жидомасоны, то ли там кто-то еще. Ну вот такая вот желание оправдать свою слабость тем, что противник невероятно силен, вот может даже убивать всех изобретателей, только поэтому эти вечные двигатели не работают. Андрей Тирхан на своем канале не скрывает, что да, очень много фейков, но он говорит, что не все фейки. Верит ли он сам в это? Тут вот сложно сказать. Может и верит, да, но если бы он не верил, ему трудно было бы вести свой канал. Тоже верит в попу, который сам не верит в Бога, да, надо верить. Сложная ситуация. Верил ли Мавроди, потому что ему удастся уничтожить мировую финансовую систему, путем построения финансовой пирамиды, такой супер агрессивной, которая американскую в себя всосет. У Мавроди была идея брать зеленые доллары, перекрасывать их в красный цвет, и путем построения пирамиды потом за один американский доллар, значит, сто, чтобы за один красный перекрашенный доллар давали сто зеленых американских. Хочешь верь, хочешь не верь, но идея красивая. Так и с личным двигателем, с БТГ, как теперь говорят, чтобы не говорить педерасты, говорят ЛГБТБ, а чтобы не говорить личные двигатели, говорят БТГ. так вот, можно Кирхи предъявлять претензию, что его канал все более мусорным становится. Есть такая тенденция, то, что он теперь всякую мистическую хрень пускает, помимо двигателей. Казалось бы, ну вот есть твоя тема, давай бейся за нее, но когда он начинает вообще всякие там сомнительные вещи, весь мусор сгребать, на свой канал пускать, это ему конечно в минус. Вот. Только чтобы значит вот потешить это чувство людей слабых, что вот какие-то там таинственные злые силы их злобно гнетут, он начинает всякие там другие нездоровые фантазмы свой канал пускать. Есть канал Крамола. Крамола у Кирхи более двухсот тысяч подписчиков, а у Крамола за миллион. Но это уже патологический канал, там весь мусор сгребают. Кирхи может пойти по этому опасному пути, превратить свой канал в полный мусор. И подписчиков будет больше, но только все подписчики будут ущербные, ущербные люди, потому что психически здоровому человеку быть подписчиком такого канала, как Крамола, позорно. А подписчиков миллион, то есть психов, которые любое говно сожрут, оказывается миллион, и даже больше. если Тирка верит в то, что Слободян не мошенник, то тут мог бы сделать героическое такое действие, собрать бы скептиков и отвезти их, ну и найти деньги можно было бы, отвезти, и пусть скептики там со своими приборами, инструментами все измеряют. Если он действительно видит, он не должен бояться самых жестких скептиков с приборами, со знаниями. Либо подтвердят, либо проверят. Но Тиркот предпочитает только клятвенно заверять, что он сам видел все по-честному. А скептики отдельно выпускают видео с разоблачениями, но сами эти разоблачения тоже можно разоблачать. А вот никто не поедет жесткую проверку, Слободяна не проверит, не проведет. Хотя технически, конечно, объединяя вот Дениса с канала Лидер ТВ и Кирху, они могли бы найти средства и объективно все бы проверку такую пройти. Но вот пойдет на этот Кирха я сомневаюсь. Ему, как и всем, нам нужно жить. То есть, он уже привык, что какой-то доход от канала есть. Но, с другой стороны, Денис, что он защитник угнетенных, защитник простых людей, Денис. Денис Лидер тоже заработывает бабло, так же, как и Андрей Кирха. Только Кирха на том, что всякие сомнительные проекты на своем канале дает им статус таких достойных внимания, без серьезных проверок. А, значит, Денис, он голословно все опровергает. И у меня такое впечатление, что, если Андрей Кирха, он, так сказать, гуманитарий по сути, да, любитель всяких гуманитарных людей, которые, значит, в сферу техники со своими гуманитарными инстинктами взошел. Да, Денис, он вроде такой, значит, скептик, критический человек, но в плане технической грамотности он не очень-то от Кирхи отличается. Вот там он показал, что, значит, можно очень интенсивно извлекать энергию из постоянных магнитов. По-моему, это такая же фигня, как вечные двигатели Кирхи, то есть нельзя ее так энергично извлекать, он показывал некое устройство на постоянных магнитах, которые с дьявольской скоростью вращались. Единственное, что Дениса не устроило, то, что эти магниты разрядятся. я так подозреваю, что извлечь магнитную энергию вообще нельзя вот таким образом энергичить. Они, не важно, что они разрядятся, просто это показал фейк, думая, что это не фейк. Вот, то есть у меня такое впечатление, что Денис, он в техническом отношении не сильно выше Кирки, вот, хотя более скептичен, ну, а так вот назвать его специалистом, да и как он может быть специалистом в физике, в технике, если он универсальный разоглачитель. Ему дорога все обругивать, матом крыть, обзывать людей по-всякому и подниматься над другими, поднимать свой, значит, статус, опуская других. Я не являюсь поэтому поклонникам канала Денис Лидер ТВ, потому что, в общем-то, моральная его позиция вызывает сомнения. он зарабатывает деньги и удовлетворяет свое, свои, видимо, какие-то травмы детские, он очень неуверенный в себе человек, именно поэтому он постоянно матерится, постоянно оскорбляет и постоянно ждет услышать себе в спину крик. Куда ты лезешь, кухаркин сын, что ты из себя изображаешь? Супер специалист во всех вопросах, от финансов до юриспруденции, и там же он каких-то юристов рекламирует, очевидно, не бесплатно, вот, говорит, вот хороший юрист, они вас обманывать не будут. То есть, жулик на жулике сидит и жуликом погоняет, вот такое впечатление. Ну, что касается Андрея Тирхи, я вам скажу, что, хотя я отношусь скептически ко всем, ну, не считая его канал, как это, не считая, что его канал находится на правильном пути, скорее всего, он деградирует потихоньку, но в то же время по-человечески мне он более симпатичен, чем Денис канал Лидер ТВ. Я бы сказал, что Тирха это вот как бы Мавроди вечного двигателя. Вот. А Мавроди я понимаю как человека и Тирху сложно сказать, понимает ли он, что дурит людей или не понимает. Я думаю, чтобы обманывать других, нужно самому верить, нужно самому себя обмануть. Вот такая сложная конструкция. Мавроди я думаю, тоже он понимал, что люди страдают от его деятельности. И понимал, насколько трудно уничтожить финансовую систему несправедливую, строить собственную правильность. Это он понимал. Но он шел этим путем. и Тирха идет своим путем. Я бы не стал Тирху кидать камни. Пусть он будет такой, как он есть, он имеет право на существование. Ну, а что касается вреда, то не самый вредный его канал. Вот говорю, что там есть канавы типа Крамова, ну, вообще просто запредельно много каналов, которые засирают людям мозги. Я даже думаю, плейлист таких каналов создать. Ну, и что касается вечных двигателей, тут у меня конкретная такая есть вещь. По-моему, Андрей Тирха о ней не упоминает, а стоит это по его части. Есть совершенно замечательный канал латинскими буквами в одно слово Мистер Дельфин, МР Дельфин. Человек состоятельный Дельфин, ни у кого никаких денег не просит, никому ничего не обещает. Он обладает техническими знаниями, квалификацией, финансовом отношении независим, он зарабатывает деньги как предприниматель, как финансист, насколько понимаю, но у него техническое образование, и он делает генератор серла. Напомню, это вот когда ролики вращаются вокруг статора в несколько слоев, идея такая, что если подобрать определенные параметры установки, ролики начинают саморазгоняться, и начинается всякая фантастика типа космический вакуум, космический холод, левитация. Очень много на ютубе вы найдете материалов с генератором серла, и вот есть канал, где человек и близко не пытается никого обманывать, он выпустил уже 14 роликов, и показывает как поэтапно он этот генератор конструирует, пробует разные параметры, там, диаметры, меряет все очень четко, у него есть деньги на приборы, на аппаратуру, и ни у кого ничего не просит, никаких денег, никаких, значит, пожертвований не собирает, никому ничего не обещает, но очень много народу приходит на его канал и говорит спасибо, потому что это красиво, это красивая работа без всякого обмана, человек располагает финансовыми ресурсами и временем жизни, если он хочет пытаться все-таки саморазгон, добиться саморазгона этого установки серла, чтобы был выход энергии, имеет право тратить свое время, свои деньги, и поскольку он работает очень аккуратно, тщательно, никого не обманывает, и установка красивая, ролики действительно очень красиво крутятся, хотя вроде бы и пользы-то от них нет, но просто красиво, он их разгоняет до большой скорости, не всегда у него это получается, он ищет оптимальные параметры, зайдите на канал мистер дельфин в одно слово мр дельфин латинскими буквами, я сделаю ссылку в правом верхнем углу на моем видео, пожалуйста, щелкните, там будет ссылка на Андрея Тирху, на разоглачение Дениса Лидера, и будет ссылка на мистера дельфина, еще будет одна ссылка, я вам расскажу свой опыт, как я разбирался с квантовым двигателем Волкова, старая история, человек утверждает, что вот он вышел на квантовый уровень, теория струн, он ее развил, и вот у него теперь такая установочка, которая может чудеса показывать, самодвижущая, там энергия берется хрен знает откуда, КПТ сверхъестественный, и в космос он уже собирается летать, в общем, я стал разбираться, кстати, нашел там скептический обзор на канале, Ройт, нет, Нероймир, я вам надеюсь найти ссылку, вставлю, значит, крестик справа вверху, щелкните, надеюсь, уже будет ссылка, вот, так, стал я разбираться с этим делом, он на генератор ссор ссылается, установка его вызывает крайние сомнения, ну, тележка на колесиках, вот стоит, стоит, и вдруг дернется с большой силой, показывает, что действительно сила, рывка большая, а что надергается, все закрыто, ничего не видно, квантовый генератор, вот берем энергию, черт знает откуда, и правда, вы знаете, когда вам говорят, что вот вечного двигателя не может быть, потому что закон сохранения энергии, это просто несущественный аргумент, чепуха, мы просто произносим какое-то умное слово, мы там резонанс устроим, портал откроем в 11-е измерение, и будем сосать энергию из 11-го измерения, или из эфира, в общем, что-то такое-то сгородить можно всегда словесное, да, вот, и пожалуйста, значит, я спрашиваю, я пошел на сайт этого Леонова, я говорю, ребята, почему у вас такие эксперименты, ну, хаотичные, они ничего не доказывают, они говорят, а мы не можем по-настоящему все показать, потому что вот американцы, они враги нашей Родины, мы хотим, чтобы наши военные, нашими разработками занимались, мы не хотим, чтобы американцы нас опередили, ну, я очень скептически отнемся к такому объяснению, и подумал, что все это, ну, полное бриятинно, и не стоит на этот квантовый двигатель волков тратить время, а потом они ссылаются на какую-то книгу толстую, которую якобы эта команда написала, в чем издала на английском языке, я усомнился, что такая книга в природе существует, оказывается, да, существует толстая книга, очень толстая книга, и на английском языке сама эта команда, значит, перевела, издала в Англии, почему на английском, говорит, в России нам не позволяют издавать, мы издали в Англии, но эту книжку полистал, что там происходит, там действительно человек начитался много научной литературы, и что-то сбацал, сбацал какую-то свою теорию, и даже кое-какие формулы есть, но, с одной стороны, у него нет ни одного подробного математического расчета, где он бы показал, что его теория может объяснить какие-то эффекты, которые традиционной теории не объясняют, какие-то точные расчеты с точностью до шестого знака, там после запятой, чтобы этот эксперимент показал, нет, с одной стороны, теория – это набор словес, да, ну, начитался действительно популярной литературой, что-то там накомбинировал, теорию струк, все такое, а с другой стороны, экспериментальная его часть, ну, неубедительно совершенно, потому что сделать такую тележку, которая стоит-стоит, а потом дернется сильно, можно без всякого квантового двигателя, понимаете, и даже люди рассказывают, как ее сделать, вот, а внутренность он не показывает, а то, что показывает, неубедительно, ну, вот такое фуфло может тянуться десятилетиями, это уже много лет эта история с квантовым двигателем, для себя я сделал вывод, что это фуфло, ну, а кто хочет, пусть верит, но, к сожалению, вот никаких серьезных доказательств нет, но вот наглости у людей много, потому что они, вы видите, даже не поленились за свои, значит, чисто словесные домыслы, оформить в виде научной монографии и издать в Англии, очевидно, за свой счет, но кто их финансирует, интересно, я им писал, откуда у вас деньги, я вот, например, двигаю идею ведения на земле общего языка, создал уникальный канал, но меня как-то вот, ну, вот, говорим вам, так, что четыре человека вот за месяц только профинансировали, и даже в совокупности тысячи рублей не наберется, а кто вас финансирует, ответа нет, ну, вот, как-то люди так живут, выкручиваются, вот, значит, вот я повторяю, что изобретать вечный двигатель можно, ссылаться на закон сохранения энергии, что это закрывает все это дело, это нелепо, бессмысленно, это неграмотно, просто валите все на 11-е измерение, а не на 11-е, на 100-е валите все, чтобы из эфира берем энергию, из квантовых струн берем энергию, это серьезно, важно, что на практике есть огромное количество фейков, и когда ты смотришь один вечный двигатель, который ничего не работает, другой вечный двигатель не работает, у тебя возникает мысль, а твоя-то жизнь конечная, через какое-то время, я, он, вы, мы все умрем, на ютубе есть масса интереснейшего материала, без обмана, реального, математических задач, физических задач, красивых опытов, полно, все это воспроизводимо, так стоит ли свою жизнь тратить на вот, на эти сопли вокруг БТГ, но с другой стороны, если хотите, имейте право и говорить, что наука вам это запрещает, нельзя это некорректно, это просто неумные люди говорят, наука никому ничего не запрещает, если хочет биться головой об стенку, имеет полное право, хочет потратить жизнь свою на БТГ и вечные двигатели, имеет полное право, и теоретически всегда есть шанс, что из этого какой-то толк может выйти, напомню, что, значит, Колумб, он подвел людей, у него были спонсоры, он собирал деньги, на что Колумб собирал деньги? На то, что он откроет более короткий путь в Индию, чем был известен в его время. У Колумба были представления о широобразности земли неправильные, земля по его понятиям была меньше, чем оказалось, и он надеялся приплыть в Индию, закупить товаров, обогатиться, обогатить своих спонсоров, и он всех тянул, потому что он никакого пути в Индию более короткого не открыл, но он открыл Америку. Разумеется, так сказать, вряд ли его спонсоры были благодарны за то, что он открыл Америку, потому что в Америке не было таких богатств, которые были в Индии. Понимаете, там пряности, все, в Америке там этого еще ничего не было. Вот такая история. Хотите, значит, уничтожать мировую систему, как Мавроди, имеете право. Хотите создавать вечный двигатель, искать вечный двигатель, как Тиртха, имеете право. Хотите потратить свою жизнь на что-то другое, как, например, я тратчу свою жизнь на то, чтобы ввести на земле общий язык, второй язык для каждого послеродного, нейтральный, простой, типа исправда. Тоже имею право. И вот благодарю Олегу Владимировича, Павла Станиславовича, Сергея Юрьевича и Бориса Георгиевича, которые позволяют мне, значит, продолжать работать над моим индивидуальным вечным двигателем в виде общего языка, без них бы ничего не было, потому что от Путина пенсия 7200 рублей. Всего доброго, будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok